МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Туннели и сейфы с золотом. Скрытая сторона жизни николаевских чиновников. Такие главные темы программы сегодня. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Здравствуйте. Эта неделя больше всего запомнилась двумя историями. Судебной реформой, за которую на днях проголосовал парламент, и очередными коррупционными скандалами. Вроде бы все логично. Новые судьи очередными взяточниками как раз и займутся. Только и с теми, и с другими так много вопросов. Будем на них искать ответы вместе. Для начала давайте все-таки разберемся, как вот эту самую судебную реформу в Раде приняли. Там ведь в последнее время чем ближе к выходным, тем меньше людей в зале. Но оказывается, могут, когда хотят. Наш парламентский корреспондент Катя Лысенко знает все детали. В парламенте, где днем с огнем голосов не найти, чтобы законы принять, на этой неделе просто чудеса результативности, когда речь зашла о судебной реформе. В нужный момент в Раде появились даже те, кто, похоже, и дорогу сюда подзабыл и месяцами не появлялся. А все для чего? Чтобы на этом табло появились цифры, которые здесь давно уже не видели. Важно и потому, что тянуть уже было некуда. Впереди отпуска, сейчас не проголосуешь, до осени простой. Потому что это президентская инициатива. И он лично нажать кнопки «за» уговаривал. И потому, что эту реформу от нас Европа требует. Без нее с коррупцией не справишься. Посмотреть, как этот зал проголосует, президент приехал лично, не скрывал. Несколько недель сам и убеждал, и уговаривал, что чужих, что своих, мол, у Тихомирцем не цераз даже я, полномочиями поступился. И чинный президент, и наступник, кто прийдет на эту посаду после меня, матимут вынятково церемонийную роль на этапе призначения судей. В блоке его имени президента поддержали как никогда единодушно 138 голосов. Мы вернем доверие граждан к судебной системе. И самое главное, мы вернем доверие всего мира к тому, что в Украине есть закон и есть право закона. Вот это самое главное. Победители не судят. Примкнуть к победителям решили и в Народном фронте, отдав 80 из 81. Правда, не без уговоров. В радусом Яценюк приезжал на правах главы своей партии. Его не выдали с момента отставки. Он, как фаховый юрист, который закончил Чернівецький национальный юридический факультет, пояснивал суть реформы. И это удалось. Но даже мобилизировав всех, коалиция собрала лишь 218 голосов, а нужное 300. Благо, другие фракции добавили, даже оппозиция дала 38 за. Это была наша сознательная позиция. Мы считаем, что эти безобразные сцены, которые видели в парламенте, когда приводили судью и устраивали там в стиле 37-го года судилища, и было непонятно вообще, виноват он или нет. Это напоминало выпуск пара. Система так не работает. Поэтому мы проголосовали за открытие дороги для реформирования. Открыла эту дорогу и Батьківщина. Всю неделю там держали интригу. Мы не можем пока еще сказать остаточно, чи будемо мы за це голосувати. А в результате все же приложили руку к изменениям. Хотя голосовали половинчато, часть за, часть просто воздержалась. Зато единство и в депутатских группах, и в рядах внефракционных. Они-то и додали так необходимые парламенту 300 с лишним голосов. Обошлись без радикалов, которые до последнего набивали себе цену. Шановні коллеги, мені прийшла АСМСка. Йдемо. Хвилина на хвилину. Секунди вони зайдуть в зал. Всі депутати на місці, коллеги. Но Ляшко і садоварі ще не за, не против. Решили воздержаться. Как і самопоміч. На нее надіялись, говорят, даже самолет во Львов отправляли, чтобы мэр садовой повлиял на своих нардепов. Я чую про цю ситуацію. Припускаю, що можливо це може бути правдою. А дискусія у нас насправді була в середині дуже велика. Як би там не було, за реформу 335. Як минимум, редкая для нашого парламента цифра. Вот тільки вопрос, соберуть ли стільки ж, коли за нові змінення в Конституцію голосувати придеться. Смогуть ли далі депутати голосувати, у мене є великі сомнення. Тому що є принуждення к миру, а є принуждення к голосованию. І багато з'явилися в Верховій Раді не по собственному желанню, а потому, що їх фактично сагнали сюди. Ми знаємо, що ведуться дискусії по Донбасу, ведуться дискусії щодо змін до Конституції в частині децентралізації, ведуться дискусії щодо виборів на окупованних територіях. Це вже буде політичне рішення. Коли речі о політиці, наших депутатів на самому високому уровні уговаривати треба. Інакше, знову вмісту того, щоб говорити по делу, з трибуною будуть лише одні партийні агитки. Екатерина Лысенко, Геннадий Аникенко, Іван Єрмаков. Подробності недели. Телеканал «Интер». Секрет невиданной результативности Рады на своїй прес-конференції раскрыл і президент. Поддержати реформу, которая, казалось бы, всем нужна, голове государства пришлось уговаривати лично. Відкрию вам таємницю, що левого частину часу протягом останніх, навіть не тижня, а декількох тижнів, я витрачав на переговори з фракціями, витрачав на переговори з депутатами, переконував і фракції, і окремих депутатів важливість голосування конституційних змін в частині правосуддя. Без зайвого пафосу хочу сказати, що вважаю це рішення одним із найголовніших за весь час мого президентства. І я хотів би скористуватися цією можливостю і подякувати всім за те, що вдалося вийти за рамки вузьких партійних інтересів і прийняти це рішення на користь всієї української нації. Якби реформа провалилася, повне перезавантаження суддівської гілки влади ми могли б зробити лише з новим парламентом після 2020 року. І так правда ли, що богатий суддя – об'язательно честний суддя? І скільки будуть получать сотрудники Фемиди? Вот прямо сейчас об этом поговоримо. Віктор Пензенник к нам под'їхав в студию. Добрый вечір, проходіть, пожалуйста. Один із найзвістних українських економістів – чоловік пост в Фейсбуці, которого надіял багато шуму. Всі його перепощують на цей неділю. Ви чи добрый? Дякую, що прийшли. Скажіть, а що вас так напокоїть зарплатами? Ну, будуть люди добре отримувати і судити, будуть добре начебто. А чи можна відривати зарплату будь-якої категори людей, які отримують зарплату з бюджету від загальній ситуації в економіці? Чи виробляє українська економіка стільки, щоб ми плачете по 300 тисяч? Чи можна з одного боку платити тисячу гривень? Трошки більше мінімальні зарплати. А інша зарплата в 200 разів більше. Ну, давайте так зробимо. Я зараз глядачам покажу те все цифры, і ми з вами їх обговоримо. Ну, ітак, ударити по корупціонерам в мантиях решили хорошими зарплатами. Ну, вроде бы здрава ідея. Ну, вот смотрите. Суді містного уровня будуть получать 30 минимальних зарплат. Це почти 50 тисяч гривень в місяць. Тим, хто в апелляційних судах до 50 тисяч минимумів, це під 80 тисяч. Але більше всього начислят судьям Верховного суда. Іх оклад буде, ну, только вдумайтесь, 75 минимальних зарплат. 120 тисяч гривень. К тому многочисленні надбавки. За вислугу, за научну степень, за роботу з секретними документами і так далі, і так далі. Якщо все сложить, то зарплата судьи Верховного суда перевалит за 300 тисяч гривень. Правда впечатляє? Тим більше, що цим служителям Фемиди більше всього повезло. Свої под 300 тисяч вони повинні получати вже з января 2017-го. Ми посчитали, за ці гривень місяць жалування одного тільки судьи, ну, пусть і самого високого уровня, можна місяць платити зарплату цілій больниці, де більше 70 врачей. А ще і медсістрам, і нянечкам заплатити останеться. Пане Викторе, ну, ось такі цифри... Я не можу спокійно бачити те, як країни в два рази зменшують, мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія в реальному вимірі, бо вона не відповідає навіть тим вимогам, які встановлені закони, з другого боку відбувається таке зростання заробітних плат. Я, можливо, я б ніколи не заперечив, можливо, такий зарплат, якби у нас економіка була більшою. Але ми не можемо платити у відриви від економіки. Ми не можемо це врахуватись. Якщо ми говоримо про корупцію, хіба вчитель не може поставити так само питання про 300 тисяч? Лікар не може поставити? А що говорити українському бійцеві, який воює на фронті, який в 20-25 разів отримує менше, ніж максимальна заробітна плата? Я ще раз хочу наголосити. Я не говорю про зарплату в приватному секторі. Я говорю про зарплату, яка виплачує за рахунок наших податків. Але я зачеплю ще одне питання, питання, яке пов'язує з корупцією. Я не пов'язую і не вважаю, що це єдиний і виключно спосіб боротьби з корупцією. Бо якщо ви хочете бороти з корупцією, то в мене є краща пропозиція. Візьмемо одного українського бійця з фронту, заплатимо 20 тисяч гривень, нехай стане біля кожного потенційного хабарника. Це буде в 10 разів дешевше, ніж передбачено цим законом. Наскільки можливо, що Європа це профінансує? Ми розмовляли з вашими колегами, які кажуть, що будуть формуватися певні фонди, для того, щоб держслужбовцям ці підвищені зарплати, там кілька тисяч євро Європа платила. Наскільки можливо, що джерело надходжень звідти з Європи? Тоді в мене наступне питання. А чому досі не фінансують? Наскільки я знаю, про ніяке фінансування з чужої кишені не йдеться. Йдеться про черговий кредит, який Україна отримує для того, щоб наші майбутні покоління це погашали. Тобто буде платитися випущено з нашої кишені. Я не маю інформації, що хтось збирається давати нам гарант на виплату підвищених заробітних плат. Ну, якщо ми про Європу заговорили, давайте подивимося на статистику, які зарплати у європейських суддів. Ви, до речі, в своєму пості теж про це писали. От офіціальні дані Совети Європи. Послідні подсчоти були зроблені за 14-й год. Данних прошлого року ще физически не відносить. С тих пор ситуація вряд ли кардинально поменялась. Ну, от, к примеру, в соседній Польщі. Среднія зарплата начинающого судді – почти 1500 евро после уплаты всех налогів. Суддя Верховного суда приносит домой більше 3500. Возьмем Прибалтику. Тоже данные Совета Європи. Литва. Те, хто только получають первое назначення в суд, приносять домой немногим більше тысячи. В суде высшей інстанції немного і більше. Даже 2000 не наберется. Любимая нашими олигархами Монако своим суддям денег не жалеет. Больше 3500 – начинающим судьям. Ну, а если дослужился до самых верхов, то втрое больше – свыше 10 тысяч евро. Самая низкая зарплата в ЕС у начинающих судей в Венгрии там даже до 1000 евро не дотягивает. А вот те, кто в Верховном суде работают, их ценят больше. Больше на 200 евро. Да-да-да, у них зарплата порядка 1200 евро. Ну и всем странам Евросоюза еще идти и идти до Швейцарии. Там даже судьям в начале карьеры платят больше 9 тысяч евро. Ну а уж работа в Верховном суде страны вообще мечта. Там судьи приносят домой 23 тысячи евро чистыми. От давайте порівняем деколька цифр, які наведені вами. Угорщина називалась 1000 евро чимось. Угорская экономика на много кращей ситуации. Польская экономика на много кращей ситуации, ніж украинская. Там 1000 чимось евро в Угорщине. У нас 11 тысяч евро в месяц. И я делаю порівняння с Польшей. У Польши судья Верховного суду приблизно в три раза меньше нашего отримает. Что, поляки не думают про свою судовую систему? И не думают, не шукают способи, как сделать судовую систему некорумпованою. Но вы должны понимать возможности вашей экономики. Не можно делить так радикально суспільство. Одна высокооплачная элита, абсолютно большинство населения живет на нижче прожиткового минимума. За вашими впечатлениями, за вашими подрахунками, коли мы сможемо себе это позволить 5, 10, 20 лет? Это не сегодняшнее вопрос. Не можем мы в таких масштабах это делать. Но, на жаль, эта диспропорция будет отвориться. Потому что проблема этого закону, что он привязал зарплату до прожиткового минимума. То есть, сколько мы не развивались, как бы не развивалась страна, зарплата в системе будет в 200 раз больше, чем минимальная зарплата. Потому что привязка еще неправильная. Я эту деталь не хотел коментовать, потому что наиболее принципово в этой диспропорции. Пан Викторе, я вам дякую, что вы это вопрос порушили. И как это работает? Чи ваши коллеги погодятся, какие-то изменения внести? Можливо, когда уже у вересня начнутся, я сподіваюсь, что у вересня и нового грудня, не бюджет, разглядати можливі які зміни. Будемо дивитися. Дякую за розмову. Виктор Пинзенник был у нас студії, человек, пост которого наделал много шума и который поднял очень важную проблему, проблему судейских зарплат. Богатый судья, честный судья. Вот можно ли тут поставить знак равенства? Этот вопрос я сегодня в программе буду неоднократно задавать. Но другая комбинация, ведь еще хуже. Старожилы в судебной системе тоже были людьми, мягко говоря, не бедными. Они только формально получали копейки, а на деле... Вениамин Трубачев о самых громких судейских скандалах. И не только. Погоня по ночной Одессе. Четыре машины полицейских пытаются остановить иномарку, которая выписывает странные восьмерки на дороге. Вы пьяный карувал. Вы, может быть, погано розумієте, что такое пьяный карувал. История вроде бы банальная, но за рулем оказался судья Приморского районного суда Виктор Пысларь. Человек, который призван блюсти закон, его же и нарушил. Экспертиза подтвердила состояние опьянения. Там охраняемая территория, там собаки. Вы понимаете? Виктор Петрович. То, что Виктор Петрович понесет наказание, шансов мало. Во-первых, неприкосновенность судьи. Во-вторых, дело передали в соседний Малиновский райсуд Одессы. И никто комментировать эту историю не хочет. Здравствуйте. Так где Виктор Петрович? Уже закрыли. В народе это называют круговая порука. Судьи защищают друг друга. Реформа, которая стартовала на этой неделе, должна сломать систему. Но получится ли? Она продолжает долго. Она продолжает несколько лет, как минимум. И нет гарантии на сегодня, что она будет эффективна. Потому что нет эффективных механизмов общественного контроля. Суды первой инстанции, апелляционные и Верховный суд. Такой теперь будет судебный вертикаль. Из нее выпали все спецсуды. Хозяйственный, административный и специализированный по уголовным делам. Но появятся новые. Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности. И высший антикоррупционный. Его функционирование будет вырешиваться отдельным законом. И на самом деле сегодня это не регламировано в часе. Почти 40% судей уже готовятся на выход. Они не прошли переаттестацию. Но сколько всего из 8-тысячного судейского корпуса попадет под сокращение, пока не посчитали. Иногда к нам приходят журналисты и думают, что там деньги делятся прямо на столе в зале. Только надо этот момент поймать. Это смешно. Он тоже собирает вещи. Должности председателя высшего хозяйственного суда больше не будет. Богдан Львов начинает все с чистого листа. Пойдет на конкурс, чтобы снова занять судейское кресло. До моих особистых грешей, будто нареканий никаких нет. Но я несу клеймо с судей старого. И если сейчас извольнюсь, то с этим клеймом. Мне это не нравится. Покажи, что у вас в руке. История главы апелляционного суда Киева показала миру, как на самом деле часто вершится правосудие. Выпустить под домашний арест, отложить дело – это смс от сына судей Чернушенко. Писал папе, с кем, как говорят, порешали и какое решение нужно принять. Чем оплачивалось благодушие судьи, зафиксировали спецслужбы. Служитель Фемиды прячет под мантию 6,5 тысяч долларов. На столе целая коллекция ключей от иномарок. Под Киевом нашли дорогие дома и участки. Собака лает, значит, должны быть хозяева. Судья уже год как в бегах. Сына даже задержали. Но вот удивительно, соседи Чернушенко видели. К дому приезжают дорогие автомобили. Они подозревают, что судья спокойно себе здесь живет. Живут здесь люди, да? Понятно. Он подъезжает к воротам, на пульте, походу, нажимает, где открывается, он заехал. Судебная реформа должна ограничить иммунитет судей. У них останется только частичная неприкосновенность. Их нельзя будет привлекать к уголовной ответственности за решение в суде. Но можно, например, за взятки или ДТП. Прикрыться неприкосновенностью попытался и одесский судья Алексей Буран. Он открыл огонь по детективам антикоррупционного бюро, которые пришли к нему с обыском. В результате Буран все-таки попал под арест. За всю историю Украины только один судья получил реальный срок за коррупцию. Игорь Зварыч, бывший глава Львовского апелляционного админсуда. Не понесли наказание и судей, которые выносили неправомерные решения в отношении активистов Майдана. Высший совет юстиции уволил 29 из 46 судей. 13 уже восстановились через суд. Это черговое намагание подкорить судовую гилку влады кому-то или чему-то. Одиозные судьи Оксана Царевич, известная по делам Евромайдана, и Сергей Вовк, который отправил Луценко за решетку, также продолжают спокойно работать в Печерском суде. Сергей Вовк, судья есть? Нет. А когда он должен быть? Не знаете? Теперь по новому закону будут проводиться открытые конкурсы. Судьей можно стать в 30 лет, но нужно иметь опыт юридической работы как минимум 5 лет. Планируют проверять не только доходы, но и расходы судей. И, что самое главное, всех родственников. Судьи спешат разлучаться. Так, чтобы, скажем так, все, что записано там на дружину, или еще что-то, доходов, например, нет у дружины, но остатки там ничего, ничего. И, соответственно, уже декларовать не нужно. Все изменения вступят в силу через три месяца. Тогда уже станет понятно, удастся ли по-настоящему сломать систему, или судебная эпопея станет просто еще одной неудавшейся реформой. Вениамин Трубачев, Андрей Анастасов и Валентин Белич. Подробности недели телеканал Интер. Судебная реформа одна из главных тем недели, которая влияет на жизнь каждого из нас. Мы о ней сегодня очень подробно говорим. И вот сейчас есть еще одна точка зрения. Алексей Филатов, замглавы администрации президента, именно тот человек, который и занимался всеми вопросами, связанными с судебной реформой. Алексей, вечер добрый. Спасибо, что присоединились. Вы наверняка сами знаете, что критики очень много. Вы смотрели эфир, видели выступление коллеги Пензенника. Что вы ответите на эту критику? Каковы ваши аргументы? Во-первых, если мы хотим бороться с коррупцией в суде, то делать это путем понижения вознаграждения судей достаточно нелогично. А именно такие шаги мы видели в недавней исторической ретроспективе. Если мы платим большие зарплаты детективам Национального антикоррупционного бюро, если мы повышаем заработную плату следователям по особо важным делам, и именно эти люди будут заниматься следствием в тех делах, которые потом передаются в суд. Есть ли логика не повышать зарплату судье, который будет ставить точку в этом конкретном деле, за которым будет последнее слово? Во-вторых, это, конечно же, не единственное условие качественных изменений в судебной системе, но это необходимое условие. Без достойной оплаты мы не сможем привлечь в судебную систему высокопрофессиональных и высокопорядочных людей, которые будут честно делать свою работу. Но кроме этого, подчеркиваю, нужно будет сделать еще много изменений. Это не единственное изменение, которое требуется для качественных изменений в суде. Вы знаете, у меня очень простой вопрос есть, который явно возник у тех, кто нас смотрит сейчас. Смотрите, ну, разумеется, повышая зарплату, вы не можете гарантировать, что высокая зарплата, значит, человек взятку не возьмет. Ну, понятно, люди разные. Но можете ли вы гарантировать, что ответственность судей будет расти, расти пропорционально зарплатам? Вот высокая зарплата еще выше ответственность. Естественно. И изменения в Конституции, и изменения в законодательстве, которые недавно были проголосованы Верховной Радой, они направлены в том числе на усиление ответственности судей. Усиление и дисциплинарной ответственности, связанной с возможными нарушениями, вынесениями неправосудных решений, неэтичным поведением и так далее. И усиление ответственности за несоблюдение антикоррупционных критериев. Впервые в Конституции Украины появляется такое основание для увольнения судьи с должности, как неподтверждение законности источников его дохода. Цель этой реформы, чтобы простой человек, придя в суд, мог получить там законное и справедливое решение. Вот когда люди начнут их получать, тогда простые люди почувствуют, что что-то изменилось. Но для этого еще надо пройти определенный путь. И впереди много изменений как в структуре судебной системы, так и в кадровом составе судейского корпуса. Ну, когда вы говорите определенный путь, так хотелось, чтобы это было побыстрее, знаете, чтобы реформы, громкие реформы не затягивались на годы. Ну, а самое главное, вот я соцсети посмотрел, многие пишут, что да, ну ладно, уже пусть будут у судей огромные по меркам страны огромные зарплаты, пусть. Главное, чтобы с этого момента истории, связанные с судьями, не сходили им с рук. Вот много платят, значит, должно быть больше ответственности. Может быть, тогда каждый, кто гуляет, получив взятку на миллион, все-таки будет наказан. Спасибо, что к нам присоединились. Ну и, может быть, вот именно тогда, когда ответственность будет пропорциональна зарплате, каждое громкое задержание обязательно будет означать приговор суда, а не выход на волю под копеечный для фигурантов дел залог. Потому что вот сейчас, давайте откровенно, к коррупционным скандалам мы с вами, в общем-то, уже даже и привыкли. Ни вопиющие суммы взяток не шокируют, ни высокие должности, которые называют, ни громкие фамилии. Знаете, есть такой термин «прививка от коррупции». В Европе он обычно означает, что страна с ней борется. А у нас, что на коррупцию уже как-то не обращаешь внимания, настолько ее много. Разве что уже совсем что-то из ряда вон выходящее способно растормошить страну. Такая, к примеру, история, как дело Николаевского вице-губернатора. Ну, смотрите, милейший, казалось бы, человек, герой Украины, а потом выясняется. Доллары чемоданами, под домом схрон с золотом, иконами и антиквариатом. А еще во время обыска нашли детальные записи, черную бухгалтерию. Интересно, как к чиновнику судьи теперь отнесутся. Ну, неужели тоже под залог выпустят? Ну, а вот снова черная бухгалтерия. Эти слова у нас с другой историей ассоциируются на этой неделе с тем, что в прессе прозвали, да-да-да, вот этими самыми грузбухами Геллера, дважды депутата от партии регионов, он, к слову, и сейчас депутат, только уже в группу ведро же не входит, амбарные книги расходов, расходов на коррупцию, когда на подкуп 2 миллиарда долларов потратили. И фамилии в них, ох, какие громкие и неожиданные. Расследование идет, но каким же испытанием для судей станет это дело тут? Суммы можно разве что с делом Гордиенко сравнить. Помните, бывший глава госфин инспекции Николай Гордиенко накопал хищений в правительстве Иценюка аж на 7 миллиардов 600 миллионов гривен. Ну вот просто тут, в этой студии, практически на моем месте он стоял тогда, ничего не скрывая, все подробно рассказал, документы, акты сверок, выводы ревизоров. Было это все, помните, в марте прошлого года. Ну а результаты, дело даже не в суде, за год. И вот еще вопрос, может хоть теперь, после реформы, наш суд перестанет быть самым гуманным судом в мире? Ведь когда взяточника берут с поличным, в нашей стране это еще не гарантия, что он на работу выходить перестанет. Помните из новостей? Мэр Выжгорода, взятка миллион, причем не гривен, нет, евро. Но человек не просто не под арестом, а преспокойно ходит в то же самое здание, решает вопросы. Ну просто хит-парад коррупционных историй, в которых пока не поставлена точка. С Бориславом Березой мы обо всех этих коррупционных скандалах поговорим. Ну, в принципе, скандалах не только этой недели, но и прошлых. Вечер добрый, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Борислав, много тем для разговора, но хотел бы судебные реформы начать, раз уж тема недели. А у Вас нет ощущения, что многие слишком рано радуются, а кто-то слишком рано расстраивается? Вот если посмотреть на эту реформу, там же планов даже не на один год. Ну, во-первых, это только первый этап реформы, потому что реформы не бывают, как и революции, краткосрочными. Это длительный период, но когда-то надо начинать. Поэтому то, что сейчас произошло, это действительно первый шаг. А дорогу, как известно, осилит идущий. Ну, заработает богатый судья, это обязательно честный судья? Вот о чем спор сейчас. Смотрите, хорошая зарплата, это не главное условие, это одна из составляющих мотиваций. Это побудители. Да, это побудители. Но давайте говорить о другом. Не может человек, который вершит справедливость, не может человек, который принимает решение в суде, получать низкую зарплату. Иначе это будет одна из тех причин, почему его будет легко подкупить. Он будет думать так. Либо я получаю постоянно высокую зарплату, либо один раз возьму взятку, но меня могут поймать. И тогда все закончится. Именно четко высокая зарплата и ответственность по закону, то есть восстановление справедливости, за каждое преступление должно быть наказание. Только это может помочь... Хорошо, давайте тогда поговорим о самых главных коррупционных историях этой недели, да и не только этой. И все-таки вот главный вопрос, я хочу понять, дойдут ли они до суда. С реформированными судьями, с нереформированными судьями, при старой зарплате, при новой зарплате. Вот только один пример. Пример, о котором в эти дни все говорят. Николаев в эту пятницу там задержали первого зама главы областной администрации, Николая Романчука, за взятку в 90 тысяч долларов. А потом при обыске у него нашли, ну, целое, скажем так, подземное межегорье, система тоннелей, в которых он хранил и золото, и ювелирные изделия, и старинные иконы, и даже чемоданы с деньгами. Давайте посмотрим. Операция по задержанию чиновников началась в сердце города. В буквальном смысле так называется этот сквер. Здесь передавали деньги помощникам замгубернатора и главы облсовета. Подозреваемые пытались удрать от спецназа СБУ. За ними устроили погоню со стрельбой. Машину коррупционера удалось остановить и заблокировать у здания областной администрации. Вот оперативные кадры. Следователь достает из машины сумку. В ней большая пачка долларов. Демонстрируют задержанным. Как эта сумка попала в машину? Нашли 80 тысяч долларов. Общая сумма взятки 90 тысяч. Первые 10 в рамках расследования передали чиновникам еще неделю назад. Николай Романчук – главное действующее лицо в этой истории. Второй по значимости человек в Николаевской области. Первый замгубернатора. Герой Украины. Цепочка, которая начиналась в одной из райадминистраций, замыкалась в итоге на нем. Чиновники от бизнесменов требовали деньги за разрешение на работы в карьере по добыче и блестяка. Документована группа внизу, где была створена проблема, где зараживалась пропозиция из понукания до надания неправомерной выгоды в народе, это называется хабар, с всем ланцужком для принятия концевого решения и оплаты коррупционных, так бы мовить, посылок. Но 90 тысяч долларов – это ничто по сравнению с тем, что увидели следователи, когда зашли в кабинет и домой к замгубернатору. Там тоже нашли немало налички, больше четверти миллиона долларов. Но главное не что в доме, а что под ним. Все три коттеджа семьи Романчук построены в одном квартале. Это двух- и трехэтажные дома из красного кирпича. Обратите внимание, таблички с названием улицы и номером дома. Они идентичны, сверкают металлом и гравировкой государственного трезуба. Здесь, под нами, проходит сеть тоннелей. Они соединяют между собой все дома семьи. О тоннелях под домом Романчука в городе давно ходили слухи. Но все думали, это легенда. Обыски доказали обратное. В стенах подземелья вмонтированы сейфы. Там нашли золотые свитки, много антиквариата и журнал с черной бухгалтерией. Откуда же могли плыть в руки такие сокровища? Журналистам приходится только гадать. Был директором очень долгое время завода «Океан». В принципе, как и он сам говорит, и мы понимаем, он получал там довольно-таки большую зарплату, как наемный директор. Сейчас я понимаю, что, увидев подземелье, увидев содержимое этих домов, я понимаю, что даже на тот момент, я думаю, тех денег, которые он зарабатывал в «Океане», не могло вплатить на эти четыре сорняка. Первый заместитель губернатора вместе с поддельником, заместителем главы Еланинского района, задержаны и сейчас в изоляторе временного содержания. А вот его помощника, у которого в машине нашли большую часть взятки, почему-то не задержали. Официальных комментариев по этому поводу нет. Четвертый участник схемы, помощник главы облсовета Левченко, вообще умудрился сбежать от сотрудников СБУ. Известно, что скрывается где-то в Днепропетровской области. После громкого задержания в облгосадминистрации, словно в рот воды набрали никаких комментариев. Лишь официальную позицию губернатора опубликовали в Фейсбуке. Мол, все равны перед законом. Посмотрим. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов. Подробности недели. Телеканал Интер. Николаев. И автор сюжета Кирилл Ющишин, наш корреспондент. Вот сейчас прямо на связи из Николаева. Кирилл, короткий вопрос, пожалуйста, короткий ответ. Неужели никто не подозревал, что такое возможно? Неужели слухи не ходили, что взятки берутся? Добрый вечер, Дмитрий. Для Николаева задержание первого заместителя главы облгосадминистрации как гром среди ясного неба. Никто не прогнозировал подобного и уж точно не ожидал, что задержат именно Романчука. Он на должности замгубернатора проработал чуть менее двух лет, а перед этим был губернатором. К власти он пришел сразу после Майдана в 2014 году. Романчук зарекомендовал себя в том числе как волонтер, как меценат. Он помогал военным, в том числе участвовал в организации доставки личных посылок от родственников бойцам в зону АТО на передовую. Судя по реакции в социальных сетях, можно с точностью сказать, что жители Николаева шокированы. Особенно суммой, найденной в кабинете и дома у Романчука с книжкой с черной бухгалтерией. Особенно эта книжка обратила внимание журналистов и все ждут от правоохранительных органов опубликования данных, что же там в этой книге. Понятно, коллега, спасибо. Николаев у нас был на связи с подробностями об этом громком деле. Борислав, наш корреспондент говорит, что никто ничего не подозревал. Такой чиновник был белый и пушистый. Слушайте, неужели такое бывает? Так не бывает. Больше того, всегда говорят кулуарно, но не говорят публично. И обратите внимание, у нас всегда останется все известно после того, когда чиновник теряет свою должность. И как видим, звание героя Украины не защищает от того, что он не берет задки. Еще раз говорю, за каждое преступление должно следовать наказанием. Это единственная, может быть, панацея. Через это проходили уже все страны. Через это проходил Сингапур, через это проходила Грузия, через это проходила Эстония. Если чиновник или судья знает, что за преступлением он будет уволен, а не посажен, соответственно, каждый следующий будет думать, ну и что? Уволят. И что дальше? Вы знаете, у меня другой вопрос. Если замгубернатора столько заработал, что там подвалы и чемоданы с золотом, то сколько еще выше берут? Я так подозреваю, что он оставлял себе часть, а остальное заносил. Хорошо. Ну а вот дальнейшая судьба. Вы верите в то, что даже после этого громкого скандала он окажется на скамье подсудимым? А вот сейчас очень интересный момент. Это фактически одна из лакомцевых бумажек, которая сейчас предоставляется и прокуратуре, и правоохранительным органам. В случае, если этот чиновник, как и все остальные, будет очередной раз отпущен под расписку, будет ходить в спа-салоны, будет хорошо питаться в дорогих ресторанах, будет куда-то ездить отдыхать, будет пользоваться всеми благами жизни, а не будет находиться на зоне, Тогда можно говорить, что вся система не просто порочна, а подлежит уничтожению и сносу. Но я почему-то думаю, что как раз сейчас генпрокурор будет обязан среагировать и мониторить, чтобы это дело было не просто доведено до суда, а в суде не развалилось. Знаковое дело. Слишком знаковое. Просто вот то, что вы озвучили, когда чиновник, вроде бы уже после факта взятки, чудесно себя чувствует, ходит спа-салоны в дорогие рестораны, это же Выжгород у нас есть у всех на памяти, Алексей Момат, человек, которого обвиняли в том, что требовал миллион евро от застройщика, я насколько понимаю, рекордная для Украины сумма. Рекордная озвученная сумма. Рекордная озвученная сумма, да, вы правы. Но теперь по-прежнему ходит на работу, правда не в статусе мэра, в статусе какого-то консультанта, но тем не менее. Что я могу сказать? Правоохранительная система очередной раз показывает, что к ней очень много вопросов. На самом деле, самая главная вещь это доказать. Потому что если у нас есть данные о том, что чиновник преступник, если мы знаем, что он берет взятки, если есть фиксация этой взятки, но вдруг выясняется, что там нарушили процессуальные какие-то действия, тут как-то не так оформили, то компетенция этих правоохранителей вызывает большой вопрос. И тогда еще один вопрос. Нужно ли нам большое количество правоохранителей на низкой зарплате или нам нужны высококвалифицированные, небольшое количество, которые будут качественно выполнять свою работу и за которых не будет стыдно? Давайте еще одну коррупционную историю обсудим, о которой говорят на этой неделе. Ну, сумма куда уже больше. 2 миллиарда долларов. То, что в прессе прозвали грозбухами Геллера. Черная касса партии регионов. Ну, вот факты. Амбарная книга партии регионов. Бестселлер, которым всю неделю зачитывается страна. Внимательно читают и правоохранительные органы. Теневая бухгалтерия за 4 года. С 8 по 12. Она всплыла с подачи бывшего первого заместителя главы СБУ Виктора Трипака и нардепа Сергея Лещенко. Трипак отнес большую часть материала в Национальное антикоррупционное бюро. Они пока в прессу не попали. А вот Сергей Лещенко опубликовал листы с расходами за несколько месяцев. И только там на 66 миллионов долларов. Все самые затратные статьи это пиар и, как говорится, правильное голосование в парламенте. А еще работа региональных ячеек, ну и всяческие приятные мелочи для партийных боссов. К примеру, часы стоимостью в 67 тысяч долларов. Есть и строчка на центр избирком. Чаще всего упоминаются нардепы Геллер, которые сейчас заседают в Верховной Раде, входят в группу Ведроджиня. И теперь уже бывший нардеп Калюжный. Судя по всему, именно они и держали руку на денежном пульсе. Ну и вот как президент прокомментировал эту историю на своей пресс-конференции в пятницу. Генерал Трепак, не звольненный из СБУ, как кадровый работник СБУ, отримавшие эти документы, он должен порушить криминальную справку. Если они были в него два года и он не порушил, я надеюсь, что это не так. Потому что я буду очень разочарованный. Это не схоже на Трепака. Если ему кто-то подкинул и он побег в НАБУ, это его право. Но он сейчас говорит себя как политик, а не как кадровый сотрудник спецслужбы. Там есть предмет расследования спецслужбы. Коментовать это сейчас не буду. Но мне уже сейчас известно, что такие документы существуют не только в НАБУ. Джерело походжения этих документов – правоохранительные органы. Я разочарованный тем, что вместо того, чтобы расследовать эти документы два года, мы используем их с чемоданами с компроматом. Я уверен, что те, кто используется для этого, должны быть притянуты до ответственности. Борислав Березовна в студии о самых громких коррупционных историях. Этой неделе мы с ним говорим, Борислав. Но вот ваши ощущения от этой всей истории с черной кассой? Ну, это очень интересно то, что появилась такая информация. Появилась одновременно из разных источников. Это говорит только об одном. Скорее всего, мы будем видеть еще какие-то части этой бухгалтерии за другие года. И там будет появляться все больше и больше новых имен. Не так важно, какие имена будут всплывать. Важно, последуют ли за этим какие-то действия со стороны правоохранительной системы. В случае, если правоохранительная система останется импотентной и не сможет ничего сделать, вопрос тогда, нужна ли нам такая правоохранительная система. Но я хочу напомнить слова, которые когда-то говорил Жеглов. Вор должен сидеть. Люди, которые цементировали систему Януковича, люди, которые получали деньги из рук Януковича через эти кассы, должны как минимум объяснить, как наполнялись эти кассы. А соответственно, должны быть проведены все процессуальные следственные действия. И вот тогда мы наконец-то получим ответы на очень много вопросов. Ну да, не только расходную книгу, приходную книгу бы увидеть. Очень хочется понять, как эти 2 миллиарда попали в эту кассу. На каких схемах сидели чиновники? И сидит ли сейчас кто-то на этих же схемах? Ведь самый главный вопрос, уничтожены ли эти схемы. Что-то мне подсказывает, что нет. Вы знаете, вы силовиков упомянули. Мы получили эксклюзивное интервью Назара Холодницкого, антикоррупционного прокурора. Наш корреспондент Елена Зорина говорил с ним об этой истории и о том, что будет предпринято в самое ближайшее время. Смотрите. Все, от ультра-правых до ультра-левых, все брали деньги от белых-голубых. И люди эти сейчас, где-то, много, сидят дальше в Верховной Раде. Непонятно, чи это в опозиции, чи это в Владе. А там очень серьезные данные. Сижу, сам вивчаю эти документы. Сам вивчаю. 841 аркуш. Розписи, подписи, сумма, призначення суммы. Иде сумма 123 тысячи доларів, да? И сразу біля неї 37 доларів за бензин. Иде біля 3 миллиона 700 тысяч, сумма 370 доларів. За что? Представительские услуги сентябрь. Оргтехника 7 тысяч доларів. Зарплата август 10 тысяч доларів. Доставка газеты в время региона 200 доларів. И сразу після 78 доларів, иде 6 миллионов и 910 тысяч депутатов и мажоритетовщих. И таких вон. Фантастика. И почерки разные. Видно, что люди сами написали. Значит, не боялись. Теперь будем встановлевать. Знаете, меня не удивило, что та влада была корумпована. Это вся страна знала. Но, я думаю, что мы доведем правдивость всех этих записей. Мы идем по этому шляху. Мы от него не будем его звертать. Будем визначать, кого сейчас бы допитывать. Думаю, это будет близко 100 прізвищ точно. Різных людей. Мы сейчас встановлюваем их особи. Я там особисто я профессиональным керевником этой справки. Я особисто допитывал колишнего первоступника головы СБУ Трепака по этих материалах. Нам помогает американский департамент юстиции. Они там и новенькие сканеры уже на БУ дали. То есть мы сейчас эти сканеры используем при опрацювании чорной богатарии. Я сделаю все для того, чтобы эта справа пошла до суду. Я скажу так. Наверняка, если будут какие-то нахили до того, что мало доказов, что они ничего не подкажут. Хай будет мало доказовая база. Но она есть. Будем выбирать зразки почерков. Будем пропоновать поліграф. Отмолятся. Хай суд ставит свою крапку. По закону мы не можем зобовязать, но можем запропоновать. Все, кто вместе с поліграфом в списках, будут в прилюдниках мною. Внутреннее驚ение говорит, что эти записи правдивы. И те прозви, которые там есть, и те суммы, которые они получили для продаж компании. В 2010 году, в 2012 году на выборах до Верховной Рады. В 2010 году на выборах до МИС. Цена страны виметрая 10-15 миллионов долларов. Цена всей страны. Цена сотен людей, которые на Майдане погибли. Цена тысячи людей, которые в Донецке покладывают свое жизнь на сходе Украины и до сих пор кладут. А это все в этом берет начаток. Это все берет начаток фактически с 9-го, с 10-го року. Очень интересная бухгалтерия. Те люди, которые там фигуруют, я, например, расшироваюсь в тех, из которых я стоял на первом Майдане, будучи студентом. А потом через пять лет, те, кто там стоял в оранжевом шале, как на сцене, так же уже в бело-блакетник брали гроши, просто продавали. Продавали країну фактически. И эти действия их в 9-м году привели до того, что в 14-м году провелась кровь на Майдане уже другом. Потому что есть вещи, которые не можно продавать. А те, кто это делали, они просто продали краю. И кричать, и смеют дальше смеют кричать, слава Украине, каждый раз. Дальше смеют кричать и показывать, каким патриотом. Дальше нам начинают рассказывать про светлое Майдане. Борислав, ну а дальше что? Вот смотрите, Холодницкий говорит о том, что будут допросы больше ста человек. Холодницкий говорит о том, что будет полиграф. Ну не придут, но воспользуются кто депутатской неприкосновенностью, кто больничным. Назар Холодницкий один из немногих людей, которым я доверяю в системе правоохранительных органов. И по его реакции видно, что он действительно разочарован очень многими. Он будет доводить до конца. Мы будем ему помогать во всех начинаниях в этом вопросе. И не только в этом. Кто-то не придет, так там не так много людей, которые сейчас депутаты. Там те, кто были раньше. Те, кто цементировали власть Януковича тогда. Те, кто называя себя оппозицией, на самом деле работали на Януковича. Те самые люди, которые рассказывали, что они за Вильню, незалежную Украину, на самом деле работали на Москву и Януковича, которые работали тогда вместе. Задача Холодницкого не просто довести до суда, а не дать возможности развалить это в суде. Задача общества контролировать это. Мы не имеем права упустить этот шанс. И тут возможно только объединение, в том числе и общественных движений, которые будут отслеживать это, и правоохранительных органов. Но вот здесь самая главная задача, чтобы Назару не мешали. Это самое главное. Будем на это надеяться. Спасибо за разговор. Слава Береза был у нас в студии. Ну и говорили мы о самых громких коррупционных историях этой недели. Историях, которые явно еще скажутся в ближайшие недели и, возможно, в ближайшие месяцы. Откровенный разговор, важные темы. Вернемся через 10 минут, чтобы продолжить, и поговорим вот о чем. Закон о старых иномарках. Кто ставит палки в колеса? ЗАГАЗА Скандальные гектары. ЗАГАЗА Почему бойцы АТО остаются без земли? ЗАГАЗА Повысят ли пенсионный возраст? ЗАГАЗА Что требует МВФ? Эксклюзивное интервью. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Вечер добрый. Возвращаемся в прямой эфир и начнем с темы, которая у всех на устах. Земельные эфиры и земельные конфликты. Сколько о них говорили в новостях только на уходящей неделе? Ну вот смотрите. Николаевская область. Чиновники поделили между собой земли участников АТО. Далее. Под Киевом. Предназначенные нашим военным участки отдали-отдали застройщикам. Ну и далее. Тернополь. Вот сообщение из Ивано-Франковска. Вот из Львова. И так далее, и так далее, и так далее. Везде одно и то же. Чиновники тянут как могут или вообще говорят, нет для вас земли. Елена Механик об этом. Битва за землю. Быстрее, пацаны. Волна протестов накрыла Украину. Бойцы АТО идут в наступление уже на мирной территории. Хватит. Житомирская область перекрывают дорогу. Ивано-Франковская. К мэрии несут мусорные баки. Что вы видите, что получили за моего деля? Что вы хотите? Все из-за пары гитаров, которые государство обещало каждому, кто пойдет его защищать. Обещание, которое не сдержало. Мы решили проехать по тем регионам, где АТОшники воюют с чиновниками за землю, можно сказать, почти безрезультатно. Проходите. Я не стесняюсь. Дело доходит уже до самозахватов. Александр Бунин от государства больше подарков не ждет. Сам занял участок в Пирогово под Киевом. Семейство бойца Бунина теперь живет в бывшей теплице. Я огород держу как для себя. Жена там петрушку. Вот такой вот. Огурцы он посадил, помидоры. После АТО он помыкался по кабинетам. Попытался честно получить законный надел. Не вышло. Прописан в селе, которое входит в отселенную Чернобыльскую зону. Логика чиновников. Значит, езжайте туда. Я попросил дать мне еще в Чернобыле квартиру. Ну так, чтобы наверняка у меня двое маленьких детей. Всем отточникам дайте там квартиры. Они от вас отстанут. В Житомире до самозахвата в земле не дошло. А вот госгеокадастер здесь уже захватывали. Аферы местного разлива. Показываешь военный билет и совсем не важно, был ли ты в АТО. Главное связи. Я тоже девочек спрашивал, говорю, а почему атошникам здесь нет, а у кого есть вообще военный билет, им выдают. То есть мне на этот вопрос тоже не ответили. То есть это вообще могут быть псевдо-атошники? Ну, типа того, да. Где же земля для бойцов? Давайте искать. Сейчас я выйду. Клерк убегает, а папки с пометкой АТО просто под ногами. Земля есть, проблема не в земле. Ее готовят под продажу, вот так уходит она и все. Идет просто дерибан. Айдаровец Александр после ранения говорит только шепотом. Мог бы, перешел на крик. С местным кадастром сражается почти год. За это время тут сменилось 8 начальников. Один особо отличился. Растал легким движением пера 44 участка по 2 гектара львовским студентом по 2000 гектарам. Для девочек из Макисюки. Историю с раздачей земли налево в Житомирской области пытались замять. Катошникам даже прислали переговорщика и предложили новую схему. Бойцы АТО получают землю и ее продают. Тем, кто добывает янтарь. На этих гектарах огромные его запасы. Предложил нам миллион за то, чтобы мы вот эти вот земли 44 участка отпустили. Вот, в свободное плавание. Кто-то с ихней стороны будет у нас их закупать от 30 до 40 тысяч долларов. Ну, на что он был послан. Чем ближе к городской черте, тем земля дороже. А уж тем более, если это не просто город, а столица. Реально ли получить в ее окрестностях участок земли простому АТОшнику? Или это что-то из области фантастики? В углу маленького офиса Большого Братства АТОшников Выжгорода плакат из последней акции протеста. Это нагадывание чиновнику, помню, ты слуга народа. В деяких селах земля выделяется, в деяких не выделяется и не передбачается. У нас 20 человек. Никто не получил делянки. Почему даже гадать не нужно? 15 соток лютяжа возле Киевского моря стоит 1 256 345 гривен. Вдоль Киевского моря, возле Выжгорода, то тут, то там объявления. Прямо на деревьях, продам участок. А какие тут владения? Глянь, заповедник. Еще год назад на этом месте был просто забор. Теперь полно коттеджей. Сотки выделяли всем, кроме АТОшников. Отправляемся в соседнюю с Выжгородом Лебедивку. По курсу Киевское море. Земля стоит миллионы. С ней просто детективная история. Нам надо попасть вот сюда. Там я понял, что там уже приезжали, тоже спрашивали, цепот песок уже неоднократно. Что они там собирались какие-то коктейли строить. К этим скандальным гектарам добраться непросто. Участки, о которых мы разговариваем, начинаются оттуда. Здесь тоже уже давно все поделили. Бывшие АТОшники с счастливчиками не стали. Вместо них случайные люди. 40 участков ушли к тем, кто никогда здесь не жил. Я вам не могу сказать, кто на тот момент распоряжался данной землей, но они были из области разделены. Все 41 участок были зарегистрированы ночью в нерабочее время. То есть строим, видимо, пришли ночью. Час 45 ночи. 23.40. Час 58. Обзваниваем тех, кто получил здесь землю. Как строиться будут? Оказалось, об огородах они не думают. Все больше о начальстве. А некоторые и сами оказались тем самым начальством. Ну, вы же знаете, кто я, если вы не темно, да? Чтобы такие давать информацию, мне надо доложить руководству. Я не могу от себя ничего говорить. Как оптом землю здесь выдавали, так оптом ее и перепродавали. Например, в этом документе указано, сразу пять участков ушли совсем не к бойцам АТО. В главном офисе госкадастро, в чьих руках вся украинская земля, уверяют, участки для АТОшников в стране пересчитали, поделили и даже еще осталось. Еще 70 тысяч гектаров, что участники АТО могут обратиться без проблем. Это то, что зарезервовано уже сейчас. Но на деле получается иначе. В окрестностях многих больших городов уже предупредили. Очередь не занимать. Действительно, нет этих земель. Вот и получается. У бойцов в АТО была одна война, теперь другая. И бои идут не в окопах, а в кабинетах. Елена Механик, Павлина Василенко. Подробности недели, телеканал Интер. Ну, а самая сложная ситуация в Житомирской области. Там и земли хорошие, и как-то так получилось, что чиновники больше всего сопротивляются. Как это все исправить, что происходит, обсудим с Юлией Толмачевой. Она и волонтер, и активист, и этой проблемой с землей для участников АТО. Очень давно занимается. Юлия, вечер добрый. Да, спасибо, что к нам присоединились. Вот если говорить не только о вас, не только о вашей области, о масштабах страны. Насколько велики злоупотребления? Ну, вы знаете, я общалась с волонтерами там, в зоне АТО, с которыми встречаюсь, и одни и те же разговоры. Одни и те же разговоры. Вот если начинаешь спрашивать по земле, это у всех одна и та же проблема. Земли нету, земли не получают практически. Земли получают, слава богу, получают это вдовы погибших бойцов, получают кое-где ребята, которые без конечностей после тяжелых ранений. Но это единичные случаи. Ну, хорошо, вот те сообщения, которые появляются на этой неделе в прессе, сообщения о том, что аферы вокруг земли для участников АТО, что чиновники разными схемами пытаются ее забрать, пытаются перепродать. Вам известно что-то об этом? Да, конечно, были случаи, когда под ведение сельского хозяйства 2 гектара земли выделялось предпринимателям, когда эту землю ребята видели и знают, что она свободная, и просили отдать им, атошникам. Им говорили, что там какие-то насаждения зеленые, то есть эта земля не может идти под разработку под сельское хозяйство. Ну, буквально через месяц эту землю получали предприниматели. Я понимаю, что это делается все на откатах, естественно, за все надо платить. Когда платят, тогда и получают. Помимо этого, возвращаясь сюда, ребята попадают в совершенно другой мир, в совершенно другую страну. Им там проще на фронте, потому что там нет обмана, там нет фальши, там нет лжи. Сюда они приезжают и сталкиваются с очередными проблемами. Первое, что они хотят получить, это землю, которая им положена, хотя бы по одному участку. Но они, к сожалению, ее практически не получают. Понятно. Ну, спасибо, что подняли эту проблему. Вот такая ситуация, и может она еще серьезнее ухудшится, если, как поговаривают, власти решатся на продажу сельскохозяйственных земель. Мол, это одно из требований МВФ, ну, по крайней мере, заявляли так на этой неделе политики. Хотя ближе к концу недели и кардинально противоположная информация появилась, мол, не было такого. А вот что на самом деле происходит вокруг транша, и как он нашу с вами жизнь изменит? Давайте разбираться. Понятно, что в условиях войны стране нужны деньги. Так вот, правительство только в этом году планирует занять на внешних рынках 119,5 миллиардов гривен. Переговоры со Всемирным банком, с Европейским банком реконструкции и развития, с Европейским инвестиционным банком, с немцами, с поляками, даже с японцами договариваются. Только вот в чем загвоздка. Обычно международные финансовые организации открывают кредитные линии только после того, как страна и МВФ пришли к согласию. Есть добро с Pennsylvania Avenue и штаб-квартиры фонда, значит и все остальные подтянутся. В высоких киевских кабинетах уверены, новый транш МВФ практически у нас сейчас в кармане. Миссия фонда уехала, проработав здесь больше недели. Основные позиции согласованы. Вот только какое домашнее задание должна выполнить Украина, чтобы уклончивое «да» в очередной раз не оказалось словами «не сейчас» или, хуже того, категоричным «нет». Мне немного, но чтобы выяснить это из первых уст, я встретился с Жеромом Ваше, представителем МВФ в Украине. Деньги от МВФ страна в последний раз получала в августе 2015-го 1,7 миллиарда долларов. А дальше – более чем многозначительная пауза. Почему? Версии были разные. Мол, из-за того, что депутаты с бюджетом тянули. Мол, бесконечная история со ставкой правительства тоже не додавала стране баллов. Так ли это? Ответ получим из первых уст. А в чем причина этой задержки, когда транш заморожен уже почти год? Является ли политическая нестабильность частью ответа на этот вопрос? У нас начали возникать опасения, что те, кто в этом кровно заинтересованы, стали работать против реформ, потому что эти реформы угрожали их интересам или денежным потокам. Мы это увидели и при реформе госпредприятий, и при приватизации, и в энергетике. Отставка министра экономики тоже вызвала у нас опасения, что может быть сопротивление реформам. Как кредиторы мы хотели видеть, что есть команда, которая действительно способна придерживаться определенных подходов, что есть экономическая стабильность, которая помогает выполнять свои обязательства. Вы видите такую команду и такую приверженность реформам сейчас? Мы будем судить об этом не только по обещаниям, но и, что более важно, по действиям, предпринятым для проведения реформ. Мы посмотрим на политику, которая будет проводиться в следующем месяце. Вот то, что мы будем оценивать. Вот на каком основании Совет директоров примет окончательное решение. Давать ли транш? Я правильно понимаю, что у нашей страны есть домашнее задание, которое нужно выполнить до конца июня, а если его выполнят, то заседание Совета директоров по Украине состоится уже в июле? Обычно для того, чтобы получить транш, правительство берет на себя обязательство выполнить некоторые действия. Если таких действий нет, заседание Совета директоров просто не состоится. И действительно, есть немало домашних заданий, которые надо выполнить до этого заседания, чтобы Исполнительный Совет МВФ мог оценить способность и желание властей осуществлять реформы. В чем состоит это домашнее задание, Жером Ваше сказать мне в интервью не может. В фонде обсуждать такие детали просто не принято. Но по нашей неофициальной информации, полученной и в Киеве, и в Вашингтоне, для страны названы шесть задач. Реформа нафтогаза, пенсионная реформа, бюджетный дефицит не должен превышать 3,7%. Свои требования к фискальной политике и к проблемным банкам. А еще шестое требование, не экономическое, но, похоже, основное, борьба с коррупцией. Борьба с коррупцией, насколько она важна для получения нового транша? Многие дипломаты заявляли о необходимости перемен в Генпрокуратуре. За этим вы тоже следите? Для нас коррупция в Украине – вопрос, который я бы назвал макрокритическим. Ведь это препятствие для устойчивого экономического роста в будущем. Это глубокая проблема, которая не решалась годами, и на решение которой может потребоваться время. Мы сосредоточились на нескольких направлениях, где могли бы помочь. А другие доноры сосредотачиваются на других проблемах. Мы поддерживаем деятельность Национального антикоррупционного бюро. Отстаиваем электронные декларации, меры по борьбе с отмыванием денег. В энергетике разница в тарифах была источником коррупции. В финансовом секторе хватало слабых банков, которые их собственники использовали для финансирования собственного бизнеса. В ущерб вкладчикам. Реформа Генеральной прокуратуры – тоже важное задание. Но перемены нужны не только там, а и в других агентствах тоже. Той же налоговой службы. Вопрос, который я не могу не задать – пенсионный возраст. Болезненный вопрос. Известно, что МВФ рекомендовал его повысить. Известно, что Украина не соглашалась. А на днях сам министр финансов заявил, мол, тема уже не обсуждается. Но что думают в самом МВФ? Я могу узнать ваше мнение? И как эксперта, и как представителя МВФ в Украине, этот вопрос стоит на повестке дня? Первое, что нужно сделать – это признать. Да, есть серьезнейшие проблемы в пенсионной системе. Большой дефицит в 2-3 раза больше, чем в Европе. В то же время все знают – обычный пенсионер получает не так и много. И ситуацию не исправить, просто урезая пенсии. Вот почему мы настаиваем на пенсионной реформе. Мы рекомендуем не создавать новую систему, а просто усовершенствовать старую. Мы просили украинские власти дать нам на рассмотрение все варианты. То есть я правильно понял? Идею повышения пенсионного возраста с повестки дня до сих пор не сняли? Скажу так. Мы советуем правительству рассматривать все варианты для решения этой очень серьезной проблемы в пенсионной системе. По вашим ощущениям, мы близки к решению Совета директоров о новом транше? В конце июня мы дадим оценку, учитывая очень конкретные шаги. То, что было достигнуто в предыдущие несколько месяцев, новую политику и новые показатели. Мы учтем обязательства, которые Украина взяла на себя. Это комплекс вопросов, который будет рассмотрен. Но мы на правильном пути, по крайней мере. Я надеюсь, что мы продолжим движение по правильному пути. Вот такой прогноз МВФ, как видите. Если до конца июня страна выполнит свое домашнее задание, то в июле новый транш, это 1,7 миллиарда, все-таки может быть получен. А мы решили посчитать, как часто и сколько страна уже брала у фондов кредит. Первые деньги от МВФ хлынули еще в 90-х. Вроде бы и немало. Порядка 4 миллиардов долларов. 600 миллионов пришли в начале 2000-х. Ну а вот начиная с 2008-го, во время президентства Ющенко, цифры резко выросли. Мы получили 16,5 миллиардов долларов тремя траншами на протяжении двух лет. Большую часть денег, частично второй транш и третий полностью, бросили в топку госбюджета. Во времена Януковича МВФ дал добро на 15 миллиардов долларов за 4 года. Но реально Украина получила только порядка 2 миллиардов, которые тоже ушли в ту же топку в бюджет. Больше в Вашингтоне не выделили, потому что программа сотрудничества с фондом была провалена. Ну и после Майдана, вы сейчас увидите эти цифры, МВФ заявила о готовности поддержать Украину. И уже в апреле 2014-го решение Совета директоров о выделении 16,5 миллиардов долларов. Пришли тогда два транша, 3 и 1,3 миллиарда. Ну а дальше началась война, и существующая программа стала, по сути, неактуальной. И в марте 2015-го года, после почти годичной паузы, фонд вновь уговорили кредитовать страну. Новая программа на 4 года, сумма в очередной раз рекордная, 17,5 миллиардов. Вот только снова два транша и пауза. С осени денег нет. Вот и получается, что страна на начало года задолжала Международному валютному фонду 10,5 миллиардов долларов. Ну и понятно, что программа сотрудничества с фондом вызывает в Украине очень много критики. Жесткие заявления делает оппозиция. Критикую многие решения украинской власти, которые были приняты или могут быть приняты ради получения кредита. С Юрием Анатольевичем Бойко вот как раз об этом поговорим. Вечер добрый, спасибо, что приехали. Для меня просто главный вопрос, а вот можно ли пересмотреть программу сотрудничества с МВФ, можно ли не выполнить хотя бы часть их требований? На какие шаги сейчас идет Украина и почему вы критикуете эти шаги? Как правило, если меморандум с МВФ подписан и содержит конкретные пункты, конкретные обязательства, то невыполнение этих пунктов несет непродление программы и отсутствие денег на кредит. Что касается сегодняшней ситуации, которая у нас сложилась в стране, то считаю, что, во-первых, это кулуарные переговоры в этой ситуации, они вообще недопустимы. Должны быть четкие директивы на переговоры с МВФ, которые должны быть как минимум ведущим политическим силам озвучены и должны понимать эти политические силы, на каких условиях берется кредит. Именно поэтому мы и говорим о том, что покажите, что вы вообще делаете. Люди должны знать, на каких условиях берется кредит, который будет отдавать следующее поколение. И в этом, конечно, проблема. Какие там могут быть условия? Ну вот я говорил буквально только что перед нашим интервью вышло интервью представителя МВФ. Говорили мы с ним о том, что есть домашнее задание определенное. Если оно будет выполнено в июне, то в июле уже может быть совет директоров. А что может входить? Какие могут быть условия? И на какие условия по вашему страна не должна идти? Главное условие, которое всегда ставит МВФ, как любой кредитор, он должен понимать, когда вернутся его деньги. Когда вернется этот кредит и есть ли возможность у страны его вернуть. То есть если этот кредит дается, и страна развивает экономику, промышленность, сельское хозяйство, растет ВВП, увеличиваются доходы граждан, они видят, что эти деньги идут в дело, то тогда они понимают, что этот кредит вернется. А если это просто проедание, то тут возникают проблемы. МВФ пытается сузить бюджет, уменьшить социальные выплаты, для того, чтобы меньше шло на общество и больше была возможность вернуть им. Вот это как раз недопустимо. Просто для того, чтобы страна выполнила домашнее задание, вот это, я насколько понимаю, это же не только от правительства зависит, это зависит еще от парламента. Способен ли будет парламент в нынешнем состоянии, тот парламент, который к пятнице уже не просто кворума собрать не может, а зал полупустой. Способен ли будет этот парламент проголосовать то, что нужно от страны, то, что просят от страны, требуют от страны, как хотите, назовите? Парламент, я убежден, исчерпал себя в части экономики. Вот из 17 законов, на прошлой неделе было принято 17 законов и постановлений Верховной Рады. Казалось бы, прогресс, потому что в предыдущей неделе было 9 законов и постановлений. Тем не менее, всего один закон, это отмена налогообложения на пенсию, он как-то связан с тем, что интересует людей. Все остальное чисто политические, идеологические, какие-то вещи, которые людям вообще не понятны. Поэтому считаю, что парламент не повернулся лицом к экономике и не повернулся лицом к тому, что действительно волнует людей. Он обречен на распуск и на неочередные выборы. Но, я сразу хочу сказать, что если стоит вопрос о том, что закон нужен для получения кредита, который пойдет на производство, который пойдет на рабочие места, то есть шанс сконцентрировать парламент. Просто надо, чтобы это было понятно, надо было, чтобы с самого начала, когда проводятся переговоры с МВФ, и парламент, и политические силы понимали, ради чего все это делается. Просто есть самый главный вопрос. За те недели, которые остались до июля, до каникул, что можно успеть проголосовать? И будут ли еще вопросы, которые наберут вот эти 335? Я считаю, что нам необходимо, крайне необходимо проголосовать закон в нашей редакции 3793. Причем мы готовы поддержать любую фракцию, которая выступит с такой же инициативой. Это закон о социальных выплатах в связи с дополнительными доходами, полученным бюджетом из-за инфляции в стране. Это закон, который нужен людям, нужен пенсионерам, нужен бюджетникам. Это не популизм, это дополнительные доходы, которые получились из-за инфляции. Их надо отдать людям, это по Конституции. И надо исправить обязательно ошибку, которая была допущена при принятии налогового кодекса, когда фермеров лишили льгот при налогообложении. И сегодня практически подвели под нож 100 тысяч фермеров, которые живут в стране. Мы считаем, что это тоже то, что ждут люди, то, что действительно показывает лицо парламента, как органа, который работает для общества. Ну, вы знаете, то, что касается помощи людям, вот действительно у меня ощущение, что этот парламент все-таки способен будет как-то сконсолидироваться и дать голоса. Но будем надеяться на это. Мы для этого сделаем все возможное. Спасибо. Спасибо за разговор. Юрий Бойко был на студии, ну и говорили мы о том, что происходит в парламенте и об отношении к МВФ и тем проектам, которые сейчас обсуждаются. Ну, а пока у нас в стране депутаты уже полгода не могут найти все силы проголосовать за изменение в госбюджету, чтобы хоть несколько сотен гривен добавить пенсионерам и бюджетникам. В Швейцарии обсуждают возможность, ну только подумайте, каждый год доплачивать каждому гражданину просто так, несколько тысяч швейцарских франков. Ну, в пересчете это 2000 евро. Что называется, почувствуйте разницу. И уже есть предварительные результаты голосования. Татьяна Лагунова, наш европейский корреспондент, наблюдала за этим необычным референдумом. Таня, вечер добрый. Так, что швейцарцы решили? Таня, вечер добрый. Либо ничего не делает и живет в свое удовольствие. Сумма немаленькая даже по меркам Швейцарии. В перерасчете на евро предлагалось взрослому платить более 2000 евро в месяц, а на содержание ребенка выделять чуть больше 500. Авторы идею уверяли, так швейцарцы станут еще более счастливыми, а страна более успешной. Человек так устроен, что хочет работать. Но очень часто мы видим людей, которые несчастны в своей профессии. Они вынуждены делать то, что им не нравится, а значит у них отсутствует мотивация. Противники же идеи задавали вполне справедливый вопрос, где взять столько денег. Население страны как-никак 8 миллионов человек. Да и побаивались, что швейцарцы привыкнут к лене. Мы говорим о больших суммах денег. Вместо того, чтобы стимулировать людей работать и быть финансово независимыми, это будет способствовать ничего не деланию. Впрочем, опасаться, что сразу после референдума все швейцарцы уволятся не стоит. Уже есть данные экзитполов. Граждане отказались получать деньги просто так. Против проголосовали 80% пришедших на участки. Сознательно швейцарцев вообще удивляет. Интересный факт. Накануне референдума проводились опросы. Будут ли работать, если выплаты все же введут? Большинство ответило так. Если выплата будет, я продолжу работать. А вот другие скорее нет. Но голосование показало швейцарцев, не желающих работать, оказалось совсем мало. Студия. Да, Таня, спасибо. Ну, многие, видимо, смотрели вот сейчас твое включение, пожалели, что у них нет швейцарского паспорта. Может быть, как-то по-другому бы ход голосования сегодня сложился. Ладно. Не по 2,5 тысячи евро, конечно, как в Швейцарии добавить, но позволить нам с вами серьезно сэкономить могли народные депутаты. Так называемый закон о старых иномарках, который снизил акцизы, когда украинцы из-за рубежа машину ввозят. Ни десяток, ни на продажу, вот всего одну, только себе. Закон приняли, замечу, один из немногих законов, который напрямую людей касается. И тут-то и начались интриги. То самопомощь заявила, что документ якобы витировал Порошенко. Тут же выясняется, что он даже из рады еще в администрацию президента не был отправлен. Ну, казалось бы, чего тут плохого? Ну, купил бы каждый, кто захочет себе машину, приличную, пусть и не новую, но зато сэкономил бы несколько тысяч евро. Но в начале заявления о самопомощи в Раде только успокоились, и группа Ведроджи не отличилась. Та самая, которую мы с вами сегодня вспоминали в связи с черной кассой регионалов. Так вот, некий депутат Святыш зарегистрировал законопроект, который вот этот закон о снижении акцизов, по сути, заблокировал. Кто и, главное, зачем ставит палки в колеса? Павлина Василенко все это выясняла. В начале недели был настоящий праздник на автомобильных рынках Украины. Пойдут продавцы, пойдут покупатели, пойдет все тогда в государство. Верховная Рада отменила заоблачный акциз на автомобильные секонд-хенды за границы. В машине есть кондиционер, есть датчик, вяжу. У нас в Украине, до речи, до тепер не выгодили автомобиль с таким функцией. Акциз достигал 60% от всей стоимости БУ автомобиля, и для большинства он оставался далекой мечтой. Такая машина за кордоном будет стоить 5 тысяч, с размытением 6,5 тысяч евро. Это реально в два раза дороже. Оставляя многим украинцам лишь одно – чудеса запорожского автопрома. Хоть и четвертой попытки, но депутаты выбор все-таки разбавили поддержанными намарками. И вот новое правило. Если раньше растаможить автомобиль с полуторалитровым двигателем стоило 2050 евро, то теперь 94,5 – это в 21 раз дешевле. Для машины с двухлитровым движком растаможка уменьшилась почти с 3400 до 534 евро. Меньше почти в 6 раз. Депутат Острикова, один из авторов законопроекта, говорит, установили рамки – запрет на возобтое из России, а также возраст. Растаможить по дешевке можно лишь машину не старше 2010 года, чтобы не тащили в страну металлолом на колесах. Это даст возможность среднестатистическим украинским семьям их заощадения придбать авто по сравнению с разумной ценой и качеством. Но недолго музыка играла. Праздник на водительской улице закончился уже в пятницу, когда народный депутат от группы «Видроджиня» Дмитрий Святаш подал свой законопроект. Требует отменить закон о старых авто. Парламентская казуистика. Его теперь не может подписать ни спикер парламента, ни президент. Его пролобировали несколько авторинков Западной Украины. Для того, чтобы переформатировать рынок внутренних перепродаж, был автомобиль. На 50% упадут продажи новых автомобилей. Сейчас Святаш и компания хотят завести дискуссию вокруг этого закону. До осени этот закон поховывать. И до осени продолжать сбогачиваться на этих оборудках. Чтобы такие, как Святаши и другие, заработали десятки миллионов долларов что месяц на этих коррупционных оборудках и на этих внешнеэкономических схемах. Тем временем рынок автомобилей замер. Все ждут, никто не купит, никто не продает. Здесь говорят, единственный закон, который мог сэкономить деньги обычным людям, и тот заблокировали. Ни одного чиновника я не видел, чтобы ездить на какие-то дешевые машины. Пока политики лоббируют чьи-то интересы, перевозчики готовятся жить по-старому. По схемам мимо бюджета. Парадоксальная ситуация. Они оставляют налоги там, в Европе, при покупке машины. А у нас из-за палок в колеса платят копейки. Вот Черновицкая область. У нас очень много румынских, молдавских автомобилей. И таким образом они находятся лазейки. Завозят на территорию Украины, например, не резидент, а и дают доручение резиденту на право к использованию автомобильной территории Украины. А вот Закарпатья. На улицах Ужгорода машины через одну с иностранными номерами. Одно условие. Раз в пять дней выехать или в Словакию, или в ту же Венгрию. Поэтому на границах всегда очереди. У местных это называется ехать на пересечку. Багато часу иногда на это уходят. Иногда приходится по несколько раз на день приезжать, смотреть, когда меньше черга, чтобы сделать пересечку. Еще одна схема. Находят иностранную фирму. Оформляют украинца как ее сотрудника и регистрируют машину на организацию. По доверенности спокойно себе ездишь. Главное раз в год выехать за границу. Если бы новый закон заработал, то цены и на новые автомобили поползли бы вниз. Автотрейдеры, они не смогут конкуровать по ценам. Им доведется або сниживать цены и соби в обиток працювати, або просто закрываться. Конкуренция бы подстегивала не только автосалоны с иномарками, но и украинских производителей. А вот они привыкли быть монополистами под прикрытием политиков. Мы за вичезняного виробника и готовы ее поддерживать. Но, на жаль, мы видим подвижные стандарты, что большинство политиков и чиновников не ездят на вичезняных автомобилях, а купуют качественные иномарки. И в тот же час людям они позволяют их право это работать. Разработчики закона АБУ иномарках подсчитали. По разным схемам в Украину возят более 60 тысяч авто в год, уклоняясь от налогов. Но некоторых политиков это, похоже, мало интересует. Своя рубашка ближе к телу. Вот и получается. Сами ездят на Мерседесах, а народ на Ланосах. Павлина Василенко, Марина Коваль, Ольга Паломарюк, Наталья Неделько. Подробности недели, телеканал Интер. Мы с вами сегодня много говорим о коррупции, скрытой или явной. И вот еще одна резонансная история. Рыбная мафия, кто ее крышует? Наш спецкор Роман Бочкала выяснил это, причем лично. Калкана, сетры, на одесском привозе есть все. На журналистов вы обращаете внимание, а на то, что продают краснокниженую рыбу, не обращается. Продавцы куда-то сразу улетучиваются. А где продавец? Ушел. Зато всего этого уже почти нет в Дунае. Хорошие дни в этих водах попадаются и осетровые, и лососевые породы. И в таких случаях не важно, есть документы на рыбу или нет. Это браконьерство. Браконьеров, как бы, таких чужих нету. Все свои. Говорить откровенно рыбаки боятся, ведь зачастую в доле браконьерами и сотрудники милиции, и прокуратуры, и даже рыбинспекции. Совсем недавно по Одесской области прокатилась целая волна арестов, так называемых рыбных баронов. Руку подними выше, чтобы я их не сломал. Оперативная съемка СБУ. Начальника отдела Одесской рыбоохраны задержали за взятку 42 тысячи гривен. Вилково начальник рыбоохраны Парфенов пошел еще дальше. Озеро Китай. Парфенов его тут грабил, наживался с него, запускал браконьеров. Начальник местной рыбинспекции наладил схему. Промышленным выловом занимались так называемые отряды общественников под видом борьбы с браконьерами. Бывшие все браконьеры, которые здесь были, он всех их подобрал, сделал их как общественники. Браконьеры с корочками общественных инспекторов были пойманы с крупным уловом во время нереста. А вот и тот самый смекалистый начальник инспекции. Теперь персонаж сразу нескольких уголовных производств прячется от журналистов. Как работает этот нелегальный рыбный конвейер лучше всего дает понять вот этот разговор. Предложение такое. 15% с общего объема. Поговорите с рыбаками, если подходит. Нет, с рыбаками не буду разговаривать. Рыбаки не должны до этого ничего знать. Бывший начальник западно-черноморского бассейнового управления Филиппов говорит с бизнесменом, у которого квота на вылов рыбы. Договаривается об откате. Бизнесмен оказался за правду, написал заявление в СБУ. Но все закончилось пшиком. Дело закрыли. Мне обидно, что дело, по сути, развалили, закрыли. Смотрели? Ну, пару слов. Нет, нет. Вымогателя Филиппова уволили. И все. Он вымагает денег. Он говорит, сколько рыб из каждой лодки ему нужно сдавать. Значит... Но он говорит, что у него нет вопросов. На данный час Филиппов не притягивается до криминальной должности. Теперь он борет за правду. Я совсем докладывал, что у него есть коррупционные действия. Как бы там ни было, но факт остается фактом. Рыбы после маски-шоу в Одесской области стали ловить больше. А где раньше бывают тысяча тонн? В тени, получается? Ну, наверное, где-то недоконтролировали. Глава агентства рыбного хозяйства разводит руками. Ярема Ковалев раньше занимался недвижимостью, теперь наводит порядок в рыбной отрасли. Пока получается слабо, что ни день новый скандал. Советскому наследию, управлением рыбоохраны, сейчас говорят «до свидания», запускают рыбные патрули. Идем в первую очередь про новые экономические човны, про дрони, это такая новация. Вот только проверяющих все больше, а рыбы все меньше. Идет резкое снижение вылова. Коррупционные вот эти все составляющие. На одного рыбака и пограничники, и экологи, и рыбоохрана, и все силовые структуры, все на одного рыбака, и все что-то хотят там высмотреть. Высмотреть, или наоборот, не досмотреть, как в соседней Николаевской области. Запрещенную к вылову креветку здесь продают не боясь. 150 гривен за кило. Местные рыбаки согласились показать, как работают браконьеры. «Ловля происходит на территории национального парка». По закону здесь даже туристам палатки ставить нельзя. Не то что браконьерские сети. За каждую маленькую креветку полагается штраф около гривны. Счет здесь идет на тонны. Это минимум миллион гривен. Это минимум в сутки. Ловить, говорят рыбаки, разрешено узкому кругу браконьеров, которые делятся с рыбоохраной, экологами и пограничниками. Истории рыбинспекторов, которых словили на горячем, редко доходят до суда. Парадокс, который прокурорам объяснить трудно. Задержали двух чиновников рыбоинспекции с поличным во время получения взятки. Нам откровенно сказали, что это уголовное дело продали. Я понимаю, что говорить можно о многом. Сколько рыбы в Украине ловятся нелегально, никто точно не скажет. По оценкам рыбагентства и экспертов, в тени почти две трети рынка. Мимо бюджета проплывают около трех миллиардов гривен. Есть за что побороться. Особенно, когда рядовые инспекторы и их начальники знают, что можно не беспокоиться. Наказан все равно не будешь. Роман Бачкала, Кирилл Ющишин, Сергей Бордюжа, Владлен Ноль. Подробности недели. Телеканал Интер. Будем заканчивать на этом. Спасибо, что смотрели. И так хочется, чтобы подобных историй, которые мы вспоминали все эти полтора часа, и на следующей неделе, и в нашей жизни было как можно меньше. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова